Есть одна тема, которая, мне кажется, важна, так сказать, несколько слов. И так сказать, что такое, что это такое? Габель переводится в королете на русский язык, на русский перекрытие словом «суета». Габель говорила в королете «суета-сует», как это переводит на русский язык обычно. Я не знаю это, я с этим поводом не согласен. Габель – это не суета. Габель – это буквально дымное дуновение. То есть то, что нет ничего, пустота, но делает шум. Габель и Лами, я объяснил это так. Есть шумная пустота, скажем так. Понимаете? Много шума, но без всякого высокосодержания. Вот есть ситуация, когда человек ответил, ну, пример. Ну, есть такое, называется газета. Вот, это пример такой очевидный, что Габель Олами. Габель сказал так-то, я сказал так-то, я сказал наоборот. Завтра скажут все точно-сюда наоборот. То есть там нет ничего в газете, чтобы, ну, в каком-то реальном изучении, которое имело бы, то, что сказали сегодня, имело все свои силы, так же завтра. Ну, это газета, там 100-150 страниц, 30 страниц. Можно бы тратить весь день на изучение. Махло к этой тоным. Версия такая, версия такая. Это мировая пустота. Когда человек живет в этой вот мировой пустоте, то нет в сердце места для боговая зерности. Он крутится. И вот, есть одна вещь очень принципиальная. Есть два бича современного мира. Это называется «пелефон», «мобильный телефон», и второе – это компьютер. «Пелефон». Что еще с меня сейчас веду? Знаете, все вещи можно пользоваться разумно, а может быть, игрушка в их руках. Что значит неразумно? Я его сниму. У него всегда включен пелефон. Он на каждый телефон должен ответить, на каждый телефон. Тебе будет, наверное, каждый 40 минут проводить электронную почту. То, что поступило. Там много чего поступает. Я не знаю, меня никогда не было, никогда не смотрел. Но я знаю, что происходит. Много чего поступает. Когда у человека будет времени погрузиться, углубиться в жизнь, углубиться в основы жизни, он должен каждый 45 минут проводить электронную почту. И, допустим, он даже… Ну, он должен каждый час проверять… Он не отвечает на «пелефон», «бетамидаши», не дай Бог. Но сейчас он проверяет, а кто звонил. А кто звонил? Надо посмотреть, надо отреагировать. Как может человек углубиться в понимание Торы? Как человек может углубиться в Вират Шамайм, если он живет, как маринетка на ниточках? Я тебе извинничка. Одна называется «пелефон», мобильная телефон, другая – электронная почта. Они его дергают, так сказать, постоянно. И ты в этом уже находишься. И надо просто вечно знать. Это вещь очень принципиальная. Что я сейчас… Видите, правильно? Я сейчас не говорю о вещах запрещенных. Это сейчас моя тема. То, что нельзя – это нельзя. Это… Об этом говорится «Порец Геддери» и «Шахэлл Нахаш», то тот, кто нарушает пригляды к остальному Трециттору, то ему обещано укус ядовитого змея. Я говорю, что не об этом. Я говорю о самом кошерном компьютере, я говорю о самом кошерном телефоне. Он просто живет. И вот человек погружает в себя в Эвиле Олами. Или пример. Есть такой стиль жизни в Эрцис Роэль, тогда как в России сейчас называется «Быть в курсе новостей». Значит, продолжает сейчас примерно так. Каждый час служатся новости. Где-то минут 45-50, среди 45-3-50, скоро будут еще новости. Человек готовится не пропустить. И в день курится вокруг слушания новостей. Я знаю точно по себе. То, что нужно знать, я всегда узнаю. Даже ничего не слушаю и читаю газеты. То, что нужно, я всегда узнаю. Знаете, все эти системы, скажем так, без перевода слова «Hevel», а просто, скажем, просто в понятии. Все эти системы, которые называются «Мировая суета». Мировая суета. Они притупляют, они ослабляют связи человека с Всевышним, и он теряет и раджимает. Это тоже сказано, что Рамой Шахабул Сад. И поймите, Рамой Шахабул Сад еще жил в период, когда даже были газеты, но они были очень маленькие. Но не было ни телефона, ни мобильного телефона, ни компьютера. И вот тогда уже он говорил про «Hevel Aulami», о мировой пустой суете. Что он сказал про нас? Как человек может удивляться, что вообще… Мне не хватает и раджимая им, когда он весь день живет, так сказать, как маринетка, который дергает то электронную почту, то очередной звонок на телефон, надо посмотреть, кто позвонил. Есть, понимаете, есть вот одна тема. Тема она такая. Есть человек живет внешней жизнью, есть человек внутренней жизнью. Вот человек живет поверхностно или глубоко. Вот в жизни поверхностно имеет большое значение все эти аспекты. Новости, мейл, мобильный телефон. А есть его внутренняя жизнь. Вот его связь с Всевышним, она идет через внутреннюю жизнь, не через внешнюю. И когда эта внутренняя жизнь, она сводится до минимума, до минимума, то его внутренняя связь с Творцом, она сводится тоже. Тут до минимума, откуда возьмется Ират Шамай, откуда возьмется другие вещи. Поэтому тут есть одна очень принципиальная вещь. Это научиться жить внутренней жизнью и ограждать ее. Ограждать ее. Ограждать ее от всевозможных внешних раздражителей, которые нас выводят из нее. Еще в периоды, когда не было мобильных телефонов, и когда еще компьютеры были большими редкостью в частном пользовании, в этом горелопитус, имеют только новости, только новости. Это намек, такой очень красивый намек на это. И слова наших мудрецов о том, что когда... Адам, предотвращение было высшейшего роста, от неба до земли, или от запада до востока. Там были два выражения мудрецов. Он сказал потом так. Человек может быть, или быть от неба до земли, то есть, стоять ногами, забирая голова, выйти на небе, или он будет простираться от западного востока. Вот в Курсе тоже происходит, в Сингапуре, в Уругвайе, еще где-то на каких-то местах. Но это будет за счет того, что голова будет высоко. Вот тут, и это еще касается Рамханова более подробно. Например, там, где горит аминдаты заерут, это убежать от откручения. Говорится нам еще одна вещь, что Мазака Требен говорится, что где можно найти Тору, не у Сахарим. Что такое Сахарим? Сахарим для прусских торговцев. Но как у них слово Сахер, что-то крутится. Он крутится. Крутится. Хочу просто объяснить просто одну вещь. Есть только в Сахариме. Говорят, что в нескольких местах, что Торгат Адам дал на Всевышний. Тысячи лет жизни Адама не хватило, чтобы ее изучить, постичь и углубиться в нее. Тем более, если нам, наверное, такие-то жалкие 120 лет. И более того, мы не настолько способны, как великое творение Творца, как первый человек. Так что мы делаем? Мы погружаем себя, вроде, гэбилюголами, которые, ну, буквально, он тушит нашу внутреннюю жизнь. Тушит. Она сводится на нет. Человек живет, знаете, я с ним немножко знаком. Но есть люди, которые привыкли постоянно жить в атмосфере. Телефоны, новости, еще какие-то внешние раздражители. Человека оставишься на два часа без ничего, он полезет на стены. Полезет на стены. Еще проблема. А будь немножко самим собой, познакомься самим собой. Кто же такой есть? Подумай немножко про Всевышний, подумай. Подумай, что я вообще делаю в жизни. Но человек так не живет. Понимаете, я не Брестовский хасид. У Брестовского хасидовского понятия ильбалидут, уединение. Для этого не надо, что называется, идти в леса или в горы. Человек должен уметь оставаться самим собой. Потому что через само себя он приближается к Всевышнему. Понимаете, есть такое понятие. Понятие из кабалы, конечно, но немножко его объяснить можно тоже. Понятие ор макев, ор пними. Какой же свет, который нас окутывает снаружи, и свет внутренний. Мы сейчас поговорим о том, что вы говорите о ор пними. Есть вещи, которые мы должны сердцем почувствовать. Тот свет Торы, свет веры, свет служения, которое есть в наших сердцах внутри. Надо, чтобы для этого у нас было время, у нас было, мы все думали, а что происходит со мной и со мной. Понимаете, наш истинный контакт с Всевышним наш, он через то, что называется ор пними, внутренний свет, который мы ощущаем нашим нутром духовным. Нутром надо жить, чтобы надо жить. А человек, который привык, так сказать, всегда быть в категории внешних раздражителей в той форме, то он не знаком, даже просто самим собой не знаком. Он не знает, кто он такой. Он боится оставаться самим собой. Это такое странное, это опасно, оставаться самим собой. Это первое, что хотелось бы поговорить. Тут сказана вещь, что «Хэвэлулами» он выбивает из нас богообоязненности. Дальше есть тема, которая требует тоже, конечно, большого обсуждения. Меддат Агава – любви к Творцу. Вообще понятие Агава, ну, еще несколько аспектов у нее. Известный очень подход Равдеслера. Он говорит, что есть два вида любви к чему-то. Человек любит вкусную рыбу, только он любит ее съедать. Он не думает, как эту рыбу сделать хорошо. Он ее съедает. Есть вещь другая. Человек любит кого-то, чтобы сделать ему… Поэтому об этом он жаждет сделать ему что-то хорошее. Это не случайно называется одним словом любовь. Есть тут общее между ними. То есть, скажем, по-моему, это определение морали, если я не ошибаюсь. Что такое Агава? Чука ли не Агав. То есть, это стремление быть вместе с тем, кого мы любим. Это отличается также рыбу вкусную. Мы хотим, чтобы она была с нами. Это общее определение. И тут есть у нас проблема. Проблема колоссальная. Есть, но об этом говорят немало. Что у нас нет отношения. Ну, кто мы такие, что вообще говорили про любовь к Творцу? Это далеко от нас. Далеко от нас. Я хочу просто… Мы об этом, по-моему, уже говорили в Илюле. Сейчас тоже поговорим. Есть тут один аспект. Люблю к Творцу, который нас, да, касается. Мы можем его ощутить нашим разумом и сердцем. Поэтому у нас есть тут та возможность, да, как-то прилепиться к этому великому достоинству, которое называется Агава. Просто напомню вам вещи, которые… Во-первых, в себе. Мы говорим каждый день в Криат Шма. Три-четыре раза в день. Возлюби Всевышнего. Об этом пишет Мишна Бруа. Такую интересную вещь. Так же, как нельзя говорить Криат Шма. Не одев твилин. То есть ты как бы говоришь, что надо одевать твилин, и ты не одеваешь. Ты… Это называется обманом. Ты лжешь. Говорит Раббейну Мишны Бруа, что человек, который говорит слова Агавто и Зашеба Лакеха, возлюби Бога твоего и так далее. И человек в это время не думает, не ощущает любви к Творцу, то он лжет. Он лжет. А что делать? А если мы не умеем любить? Что делать? Давайте просто вещи, представьте, просто понять. Вот самое естественное, когда человеку есть любовь к человеку, и самое естественное. Она, конечно, любовь такая, скажем, потребительская любовь. Но она не только. Подобная любовь к рыбе, я имею в виду. Но не совсем. Человек, который вырос в маломальской, обычной семье. Даже не в рейсе, просто в семье. У него есть любовь к родителям. Откуда она взялась? Что она взялась? Он родился. Мама его кормит. Мама о нем заботится. Папа его любит. Улыбается. Заботится о нем. Он, человек, рождается в мир. Есть люди, от которых он получает все. Получает все. Есть, естественно, тяга и любовь к ним. Тяга. Давайте просто вдумаемся. Мы получаем Всевышнего гораздо больше, чем родителей. Все, что получает родители, это все то, что Всевышний дал им нам дать. Нам нам дать все. Есть только одна проблема. Мы не ощущаем и не видим то, что оно все еще нам дает. Мы просто привыкли к тому, что вот я есть, так вот я уже есть. Потому что человек может думать, что он, не дай Бог, мухрахами сьют его, его, скажем, суши в мире, настолько абсолютно вынужден, что он сделал себя идолом. Но это не так. Жизнь нам дается. И каждое дыхание нам дается. Если вдруг что-то мы понимаем температуру 38-39, вдруг чувствуем, что как-то жизнь теряет почву под ногами. Нам надо научиться знать, даже когда температура 36,6, что нам это хорошее ощущение, оно дано Всевышним. Когда надо заботиться о том, что она была температура 36,6, а не 39. Сейчас хочу просто объяснить. Мы говорили на прошлом уроке о том, что есть несколько уровней Ирад Шамай, боязненности. Самый низкий – это боязнь наказания. Есть тут, возможно, такой переворот в понимании человека, когда он воспринимает, он не боится наказания, он боится того, кто может наказать. Это две разные вещи. Есть, когда собаку кусают палку, а то бьют, она боится палку. Он боится не палку, он боится Всевышнего. Есть вещи аналогичные также в Ахаваташе. Мне как-то равно учил раба Бородянски. И потом я эти вещи нашел, и он перевел их от имени «Сефельёш» и «Рабень Утама». Я также нашел еще в Морале такие же вещи. Мы все чрезвычайно любим добро, которое получаем, он все очень любит. Чрезвычайно этого любит. Все хорошее получаем, мы очень любим. Надо просто постараться не забыть, а допомнить себя, что добро, оно имеет источник. И что-то хорошее там произошло. Скажи Всевышнему, и я тебя благодарю за это. Благодарю за это. Тут есть две вещи. Одна именно благодарность. Это основывается все служение Творцу. Похватываю его вот. А второе, просто тут есть, ну, человек ставит себя на путь истины, зная и понимая источник его, того, что у него есть. И более того, когда он ощущает, знает, ощущает, что добро одевать Всевышнего, это, то есть, благодарность, она переходит в любовь. И человек живет в мире, в котором он, все, что с ним происходит, это пришло само по себе. То, что он получает, это ему полагается. Он, условно, никому не за что не благодарен. Ни людям, ни Всевышнему, всем обязаны. Если, не дай Бог, они что-то не исполняют, то, что не обязаны, так они просто мерзавцы. Как это так? Не издевают то, что мне обязаны делать. И вот тут есть одна из больших основ, то, что человек, который отрицает добро, которое делает другой человек, его конец отрицает Всевышнего. Так сказать, наши мудрецы о Каукома, о фараоне. Он отрицал добро, которое сделал норийский народ, и, в конце, отрицал Всевышнего. Есть другой путь. Надо научиться быть благодарным людям, которые нам делают добро. Начинается... Начинается быть просто благодарным. Как уметь видеть, ценить добро, которое нам делают. Это не так просто. Требует большой работы. А тут у нас есть следующий шаг. Научиться быть благодарным Всевышним, на что нам делают. Эта благодарность, в частности, она обязывает нас к служению. Тот, кто нам хотел сделать так много добра, это причина, что мы его отблагодарили тем, что от нас просят. От нас Всевышний просит одного, чтобы мы были хорошими евреями. Хорошими евреями. Вот. У нас есть... И тут есть очень важная вещь. На ней просто называется, скажем так, когда мы понимаем добро, которое мы получаем. Мы его благодарим. Мы ощущаем связь с источником этого добра. И когда у нас добро связано с источником его, это... то любовь к этому добру, мы его точно любим, она обращаема в любовь к его источнику. То, что происходит естественно у ребенка, когда вырос у родителей. Вот. Я предыдущий сказать очень такое резкое выражение Хазаныша. Он сказал так кому-то, что, может быть, учиться в Колеле и быть близким понятию Пикойрис. Если не будешь благодарить Всевышнего Всевышнего, а если будешь благодарить, то у нас у всех есть возможность удостоиться, это же называется Агаба. Я сегодня кончу. Вот. Ида. Ида. Никуда. Никуда. Так. Пошли. Ида. Ида. Я на мешай Денису.